доброе утро доброе утро всем итак дорогие друзья всем доброе утро мы начинаем сегодня это он уехал а у нас обычно уроки проходили в мараша где и там у него ключи и сегодня мы проводим урок поэтому меня дома так бодер то всем здравствуйте как меня слышно как меня видно слышно меня хорошо видно меня хорошо я думаю яков шатадин меня смотрит доброе утро светлана карачева шалом и мы продолжаем изучать мишли притчи царя соломона 24 глава и значит все сейчас открываю 24 глава мы изучили три отрывка вчера 24 главы и сейчас мы продолжаем изучать значит повторю чуть-чуть чего начиналась значит начали нам сказал царь соломон что не надо завидовать людям зла потому что и на не надо хотеть быть рядом с ними он нам сказал да почему почему люди зла преуспевают потому что они в краткосрочной перспективе они нарушают правила что делать нельзя они делают то что делать нельзя быстро получают желаемое а в жизни считается что счастливы тот кто получает желаемое пересли ты идешь путем по закону да закон причины следствия кармы что посеешь что и пожнешь то тогда тебе долго надо получать какие-то блага от этого мира это достаточно тяжелый труд а злодеи они нарушают этот закон но потом на них идет раздача понятно объяснила нам во втором отрывке царь соломон что они злодеи думают как ограбить все время как ограбить их уста производят зло говорят о неплохие вещи обманывают и так далее поэтому у них краткосрочно они быстро преуспевают теперь а что делать нам хорошим добрым людям которые тоже хотят получать радость от жизни он нам советует третьем отрывке хохмой божественной мудростью построиться дом то есть возьми правильный материал возьми аксиомы правила жизни возьми наполни свою голову божественной мудростью да то есть что такое хорошо что такое плохо что можно что нельзя что правильно что неправильно то есть наполни голову правилами дальше убит вон на и тконан и установится твоя жизнь и твоя мышление то есть жить человек этого мышления и установится оно твойной твуна это логика твой на это умение делать выводы его на это то развиваемое качество то что можно развить игрой в шашке игрой в шахмат и изучением talmuda то есть когда ты умеешь делать выводы, то есть вначале наполни себя материалом, знаниями, а потом научись делать выводы, потому что если у тебя знания неправильные, то и выводы твои будут по-любому неправильные, понятно, да? Теперь дальше, вот четвертый отрывок, сегодня мы пришли, четвертый отрывок, новый Убэдаат хадарим ималу коль он якар венаим. И да, там дат это восприятие, то есть на русский язык переводят все хохма, мудрость, бина, там мудрость, даат мудрость, по факту хохма это божественное знание, то есть это аксиомы, бина это умение строить, делать выводы, это логика, и даат это уже восприятие, готовая картинка, которую ты получил, то есть, например, например, там водка, это водка, да, это жидкость алкоголическая, это когда мы учили 23 глава, это жидкость с алкоголем, из алкоголя, из спирта, значит, это водка. Что нам говорит царь Салмод в 23 главе? Он нам говорит, что пить нельзя, то есть пить вредно, там и так далее, он нам это объяснил. Это Тора, это божественная мудрость, она нам говорит, это водка, ее пить не надо, она вредна, ну, она производит такой-то эффект. Какой вывод? Что такое логика? Логика это, это значит, что если я выпью, то и дальше человек начинает строить какую-то картинку, которую он строит, исходя из хохмы и исходя из своих логических выводов. И в итоге он получает даат, конечная картинка, конечное восприятие, он говорит, я пить не буду. Причем в даат еще и входит его желание, ну, проводка уже у каждого свои, воспоминания там и так далее. И вот когда вся эта картина, она вместе складывается в единое целое, это называется даат, восприятие. Теперь, если, как мы вернемся, третий отрывок, если человек хохмой, божественной мудростью, материал, взял правильный материал, потом он этот правильный материал твуной, сложил и подготовил, тогда у бэдаат, получившийся даат, то есть получившееся восприятие у него в голове, хадарим и малу, наполнятся комнаты, как отделочные работы, если человек строит, он взял, вначале выстроил, собрал материал, вырыл котлован, потом выстроил коробку дома, а потом он делает даат, это отделочные работы. Значит, у бэдаат и его восприятие комнаты наполнятся, то есть человек наполняет мир, вот этот вот модель мира, которая есть у каждого из нас в голове, человек же не воспринимает ничего, кроме того, что он видит в данный момент и чувствует в данный момент. То есть, если мы возьмем фактические сигналы, которые человек получает из окружающего мира, то он может получить из окружающего мира сигнал только в данный момент, в режиме реального времени он получает сигнал. Нет никакого прошлого, нет никакого будущего, все это следы, прошлое это следы в его восприятии от прошлого, да, в прошлые моменты у него шли сигналы, у него наполнили, какие-то следы там остались, да. Будущее это вообще размышления, будущее человек всегда складывает из обрывочков прошлого восприятия, которое у него осталось и сегодняшнего восприятия, вот в данный момент того, что он сейчас получает. Но обычно, когда человек думает о будущем, он как бы отключается от настоящего и получается, что будущее, когда человек размышляет о будущем, это всегда его прошлое. Представьте, какая вообще подстава. Будущее, то есть момент, когда человек размышляет о будущем, Он не чувствует, не воспринимает настоящее, потому что, особенно если он глубоко так задумался, замечтался, он вообще улетел из реальности. И получается, вот человек мечтает о будущем, а по факту он копается в прошлое. Представьте вообще, какая вообще обманка восприятия, да? Да? Теперь, но, если он наполнил свою голову хохмой, божественной мудростью, если у него работает дат, вот этот вот, не дат, а бина, он умеет строить, то он возьмет из прошлого только те выводы, чему нас Тора учит. Ми, аиш, ахафет, схаим. Кто человек, который жаждет жизни? Оэв, ямав, лерот, тоф. Тот, кто любит все дни жизни своей, видит добро. То есть, человек, жаждущий жизни, он любит прям реально видеть все дни жизни своей, только добро. То есть, он впитывает из реальности только добро. А как это сделать? Нецорлышан хамера, останови свой язык от зла. Он не говорит никакие объяснения плохие. В эсфасейка, уста твои, медабер мирма, это уста твои говорить обман. То есть, любое объяснение, это уже какой-то обман. То есть, любая интерпретация, это уже какой-то обман. Так, останови свои уста говорить плохое и интерпретировать обмана. Сур мира, отодвинься от зла. В эсфетов и делай добро. Оэв, шалом, люби мир. В эротву и гони за миром. То есть, создавай мир. Мы живем, ну, каких-то там 70-80 лет в этом мире. И мы все время строим, как бы, свою картину мира, строим из кусочков реальности, из своих объяснений. Теперь человек, который хочет получать от жизни радость, он должен так выстроить свою картину мира, чтобы ему было хорошо. Хорошо. И это то, что говорит царь Соломон в четвертом отрывке. Своё восприятие, убыдаат своим восприятием, комнаты наполнятся всем имуществом, дорогим и приятным. А комнаты, какие комнаты? То есть, человек все время сидит в одной комнате. Человек не может сидеть сразу в 20 комнатах. Он все время находится в одной комнате. То есть, речь идет не о комнатах, как комнатах, а речь идет о восприятии мира. Ведь человек все время думает, а что со мной дальше будет? Никто не знает. Но одни люди думают, круто, как будет хорошо. Я недавно видел такой сюжет небольшой, видео. Там показывалось, как проходят похороны в Таиланде. В Таиланде или на Бали. У них они верят, что душа человека, который умер, тут же вселяется в ребенка, который родился в его семье. Следующий ребенок, который рождается в его семье. И они на похоронах не как у нас принято в традициях, там в разных, да, плачут люди, там, плачут, переживают. Они на похоронах радуются, да. То есть, у них, о, класс, он из этого старого тела вышел, а сейчас он придет в новенькое тело, в такое, ну, прям, реально переехал в новый дом. А, какой класс, давай прямо порадуемся за него. То есть, его душа переехала в новый дом. Прикольный подход? Прикольный. То есть, человек в любом случае выдумывает, что с ним будет в будущем. Только одни выдумывают, что все будет хорошо, другие выдумывают, что все будет плохо. Теперь от инструмента, от системы координат, системы ценностей, системы принципов, систем правил, зависит, вот чем он наполнит свое восприятие. То есть, человек живет не в реальности, а в том, что он создает своим восприятием. Из чего создает? Из материала, хохма. То есть, если он взял божественную мудрость, за что нам говорит Бог? Бог нам говорит, все хорошо, не паритесь вообще, вот я вам дал мир, я вам дал возможности, вот у вас душа божественная, вот она там идет в рай, потом все. Хочешь верить? Верь. Не хочешь верить? Не верь. Хочешь быть атеистом? Будь. Хочешь верить, что ты обезьяна? Верь. Хочешь выстроить свой мир, как есть, тоже у меня, знаете, как у каждого из нас голова наполнена какими-то такими файликами, фрагментами такими, да, пазлами. И некоторые кусочки реальности почему-то запоминаются очень сильно. Лет 20 назад я смотрел, вот так, где-то я был в каком-то месте, я не помню сейчас, в каком я месте был в тот момент, но мне запомнилось на всю жизнь, 20 лет назад, кусочек интервью с гимнасткой, художественной гимнасткой Хоркина. Хоркина такая, была художественная гимнасткая олимпийская чемпионка. Значит, и вот эта Хоркина в этом интервью, 20 лет она у меня как перед глазами стоит с одной фразой, которую, которая мне, вот, я ей пользуюсь в своем мышлении, да, скажем так. То есть она мне запомнилась. Фраза такая, сидит Хоркина, и журналистка ее спрашивает, говорит, а правда, что ты на всех соревнованиях, везде, где ты, то есть у тебя ты всегда с манитюром, то есть для тебя манитюр очень важен, ну, то есть прям легенды ходят, насколько для тебя важен манитюр. И Хоркина говорит, да, говорит, манитюр для меня важнее всего, потому что Хоркина без манитюра не Хоркина. Вот так вот, и мне эта вот фраза такая, вот человек живет, и у него есть вера такая, да, что Хоркина, что она как личность, как человек, если у нее убрать манитюр, она уже не Хоркина, она уже не личность, она уже ее нету. Все, то есть она, если с манитюром, то она Хоркина, а без манитюра не Хоркина. То есть каждый человек живет в мире своих вот этих вот правил, иногда они идиотские, иногда они, ну, я не буду сейчас оценивать какие они, каждый человек как-то себя оценивает, каждый человек как-то оценивает окружающий мир, каждый человек установил себе норму счастья, да, один человек говорит, для меня счастье, если просто есть, а если есть в кармане пачка сигарет, кто это пил? Виктор Цой. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день, да, Виктор Цой установил тогда для себя уровень достаточности, как пачка сигарет, и он такой был рокер, такой, да, вот все для меня набухался, накурился, и значит, все, и песню спел, и он разбился на машине и умер. И целые поколения воспитывались не на торе, не на мудрости божественной, что кто человек, жаждущий жизни? Это царь Давид сказал, тот, кто все дни своей жизни ищет добро. Так, если бы люди, школьники, молодежь воспитывались на вот этой вот такой вечной фразе, да, кто человек, жаждущий жизни, кто любит все свои дни жизни, видит добро, и останови свой язык от зла, от злословия, от плохих вещей. Если бы это в школе преподавали и пели там песни, да, рокеры, чтобы вот эту песню, чтобы все рокеры пели, прям рокерам запретить петь другие песни, кроме, кроме этого самого, кроме царя Давида. Так было бы другое мышление у людей, но если люди, молодежь, наслышалась Цоя, послушала после этого Хоркину, и после этого бах, и там десятиклассник прыгает с крыши, потому что нет у него почти сигарет, и манитюра у него тоже нет. То есть каждый человек, его голова наполнена какими-то мыслями, дальше он из этих мыслей лепит какую-то, ну, какую-то комбинацию, воспринимает мир потом сквозь призму того, что налепил, и у одних наполнены их комнаты, да, наполнены счастьем, и он смотрит, красота-то какая вообще, да, я помню, Равыцкак, Зильберг, Зихраноц, Дихли, Враха, это такой великий был праведник. Вот он заходил к себе в квартиру, и каждый раз он заходил, смотрел на вот эту обычную старую Иерусалимскую квартиру, такую маленькую, и он, значит, смотрел и говорил, какие у меня хоромы, вообще, говорит, хоромы. У царя Давида таких хором не было, у него же воды горячей-то не было во дворце, а у меня есть, свет электрический, есть, и он восхищался каждый день, то есть у него восприятие, он жил во дворце. А есть люди, которые у них есть все, и вот он заходит, и такая у него, знаешь, все красиво, а он такой, у него такой фокус внимания, джих, пятно на стене, маленькое пятно, и он на это пятно сосредоточится, и все у него в жизни в радость, потому что Хоркина без манитюра не Хоркина. Понятно, да? Хорошо, вот что имел в виду царь Соломон в четвертом открытии, что восприятием комнаты наполнится всем имуществом дорогим и приятным, и, значит, пятый отрывок. Гевр хахам баос в иждаат мэмэд скоах. Гевр богатырь хахам в своей силе, значит, богатырь хахам мудрец в своей силе, и человек даата, человек, который управляет своим восприятием, мэмэд скоах, он усиливает еще свою силу. Значит, если у человека, объясняет царь Соломон, есть правильные установки, аксиомы, так у него есть огромная сила, то есть он, если у него правильно, вот у него вложены в голову правильные модели мира, правильное описание мира, правильные правила, правильные принципы, он сильный, он мощный, да? Если он знает, что без труда не вытащишь рыбку из пруда, если он знает, что кто рано встает, тому бог дает, если он верит в то, что, значит, кто не работает, тот не ест, и у него есть вот эти вот правильные конкретные установки, и он умеет этими установками пользоваться, то даже если он не религиозный, но у него правильные установки, он становится, как есть такой Оскар Хартман, например, да? Вот этот человек, который выстроился, он немец вообще, русский немец из Казахстана, приехал в Германию, но у него он работящий, он понимает, надо работать, надо учиться, все, и он берет и учится, и работает, учится у самых умных людей и действует без остановки. Он выстроил себе супер жизнь, и он не останавливаясь, поставил себе, как главные ценности, любовь, семья, развитие, духовность. Он не религиозный в плане, ну, там, Тора, религии и так далее, но имея правильные установки, у человека есть возможность выстроить сильную жизнь. Установки со сбоем, от меня ничего не зависит, я не могу, сил у меня нет, везет только тем, у кого есть какие-то помощники, а я вот лучше полежать там, или там, знаете, есть такая установка, работа не волк, в лес не убежит, мол, или есть такая установка, установка такая есть, например, значит, зачем откладывать на завтра то, что можно отложить на послезавтра? Отложи на послезавтра, у тебя будет два свободных дня. То есть есть люди, у которых неправильные установки, и они, естественно, они слабые, они хилые, у них ничего не получается, они не могут выстроить свою жизнь. И говорит нам в пятом отрывке царь Соломон, самый сильный человек это хахам, тот, у кого мудрец, у кого есть правильные установки. И эти установки его усиливают, вы и ждат, человек познания, который вообще управляет своим восприятием, он мэмэд скох, он еще сильнее, он еще сильнее. И дальше в шестом отрывке дает нам царь Соломон конкретный жизненный совет, который просто вообще бомба совет, да, шестой отрывок. Он звучит так. Потому что бы тахбулот, тахбула это уловка, то есть есть человек думает на один ход, а тахбула это когда он продумывает на два, на три хода вперед. И он говорит, вот с этими тахбулот сделай себе войну, какую войну должен делать человек мудрец, у чуа бровец, и спасение придет от множества советников. Что имеет в виду царь Соломон? Он говорит так. Смотри, у каждого человека есть постоянная внутренняя война. С чем война? Со своим Ецарара, со своим, ну переводится это Ецарара, злое начало. Но по факту, по факту, у каждого человека есть его инстинктивная животная сущность. Она есть у всех. И каждый человек должен с ней постоянно воевать. Обычный человек, он должен воевать со своей животной сущностью, потому что она у него ленивая. Ленивая, большинство людей ленивые. Они, вот царь Соломон много в притчах говорил про удивление. И, значит, обычный человек, он должен свое вот это внутреннее животное заставить работать. Ингабер Киарье усилится как лев, и он должен эту корову превратить во льва, в пантеру, в орла, в оленя и так далее. И он должен, значит, делать войну со своим злым началом, который его тянет куда? Только или отдыхать, или к удовольствиям. И обычно все удовольствия запрещены Торой, потому что так устроена система, что все запрещенные удовольствия запрещены Торой. А какие удовольствия запрещенные? Ну, есть вот как раз там, связаны в основном это питание запрещенное есть, что можно кушать, что нельзя кушать. Вот алкоголь нам царь Соломова не советует. Да, теперь, значит, женщины запрещенные запрещены, да, то есть разрешены только кто? Жена, одна женщина разрешена мужчине, жена его. Все, теперь, а жена, жена, чтобы на жене жениться, она тебе будет головняк делать. Эзер Кенэгдо, помощник против него. И вот, значит, что? А еще, а ты должен жениться, Бог сказал. И жизнь, она нелегкая, то есть этот мир, он не создан для легкой жизни. Этот мир, он создан для работы и для войны. Война внутри с собой, со своей слабостью. И работа, ты должен этот мир преобразовывать, ты должен что-то полезное в него вносить, делать пользу людям. Люди в это время, они могут делать разные тебе неприятные вещи. Ты должен пройти через этот жизненный путь, как компьютерная игра, при этом выполняя везде волю Бога. А Бог рассказал в Торе, что правильно, что неправильно, что можно, что нельзя. И ты проходишь этот жизненный путь, значит, проработал, 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 оп, и потом идешь в рай и в вечную жизнь. Вот такой вот, как бы, расклад. Теперь, так что, если ты идешь по-простому, то ты проиграешь. Почему? Потому что простое восприятие, то есть человек стремится к простым удовольствиям и теряет из-за них большие удовольствия. Человек стремится убежать от трудностей, а оказывается, что и мышцы растут через трудности, и деньги растут через трудности, и все хорошее растет через трудности. Так вот, говорит нам царь Соломон в шестом отрывке. Бе Тахбулот Таасе Лыха Милхама. Лыха, сделай в себе войну. То есть, вначале победи себя, победи свою лень, победи свою инертность, победи свою расфокусированность, победи свое желание рассеиваться там и не делать правильные нужные вещи и так далее. Победи себя. Но ты не можешь победить себя, как бы, просто с наскока. Тебе нужны Тахбулот, тебе нужны хитрости, нужны схемы, нужны алгоритмы. А где их взять? Спасение Боровью Аэц. Спасение в... когда у тебя есть советники. То есть, ты должен найти советников. И советники были и у царя Соломона, и у царя Давида, и у любого умного, успешного человека есть советники, у которых он учится. Он с ними советуется, он узнает, он читает книги. То есть, вот нам дали полностью как технологию успеха. Победи себя. Победи себя. А теперь что? Как это сделать с помощью советников? Все. Вот такая вот история. Псалмопевец... Нет. Псалмопевец это царь Давид. Царь Давид, папа царя Соломона. Давид, он написал 150 псалмов. Это псалмы Давида. То есть, это известная... Как сказать? 150 псалмов это молитвы царя Давида, молитвы, песни, с которыми он обращался к Богу. Почему изучают все псалмы? Их даже не изучают. В синагогах поют, в христианской религии. Все абсолютно молитвы построены на псалмам Давида. Потому что царь Давид разговаривал с Богом постоянно. И у обычного человека у него нет таких красивых слов, а он хочет говорить с Богом. И читают эти псалмы, потому что это разговор царя Давида, человек, который был настолько предан Богу, настолько близок к Богу, что говоря его словами, он все сказал, что вообще обычный человек может и хочет сказать Богу. И мы его словами общаемся с Богом обычно. Молитвы построены они больше, чем на 50% на псалмах Давида. Хорошо. Теперь как это все делать, мы не будем сейчас возвращаться. Я, например, сейчас пишу книгу, называется «Победитель лени. Как победить свою лень». Оскар Хартман, например, он лень свою победил давно. Есть процентов 10 людей гиперактивные. Он как раз из этих людей. Ему нужно победить теперь не лень, а расфокусированность. Потому что человек, который слишком активный, он бежит в разных направлениях и ломает все. То есть всегда есть война, у каждого есть война. Потом начинается война, человек стареет, у него война со своей слабостью, война со своими страхами. То есть внутри у человека постоянно идет война. Его эмоциональная и инстинктивная животная структура, они ведут человека в противоположную сторону от души. Душа святая, чистая, она ведет человека к Богу. Вот эта вся эмоциональная и инстинктивная структура, она привязана к животной оболочине человека, к этому животному телу, к биоскафандру. И они у них разные задачи. И они ведут в разные стороны. И теперь задача человека поставить свое тело под контроль своей души. То есть чтобы душа управляла, чтобы высшие ценности управляли низшими проявлениями. А у обычного человека, вот у ребенка, у него есть только тело, у него есть только инстинкты, только эмоции. Потом подросток, у него пока интеллект, он еще не... А интеллект это просто такая машина, механизм, наполненный какими-то знаниями и умеющий делать выводы для того, чтобы обслуживать какой-то интерес, какое-то намерение. И вот намерение дальше на базе тех знаний, которые есть в интеллекте, и тех выводов, которыми интеллект, как он эти знания там внутри расфасовывает, да, у человека рождается решение, как реализовать свое намерение. Но какое намерение, какое намерение, это вопрос. То есть намерение у человека или идет к добру, главный вопрос, или намерение к добру, или к злу. Теперь дальше, когда намерение у человека к добру, он должен прикрепить намерение, откуда я буду брать информацию о том, что такое добро, да, то есть у человека есть тяга к добру, но что такое добро, это вопрос. Дальше он прикрепляется к какому-то знанию. Если ему повезло, он прикрепляется к божественному знанию, то, что Бог, Создатель мира, передал через откровения, через пророков, передал знания, тогда ему надо выбрать. Или он идет, что Тора, Тора циваляну Моше, Тору нам передал Моше Моисей, Мураша Тейлат Яаков, и она наследие общины Яакова, то есть Тора была передана потомкам Яакова Исраэля, и Тора была передана на горе Синай, и можно получить Тору. Есть, которые говорят, не знаю, не знаю, Тора, да, действительно, Тору Бог дал евреям, это да, но я не хочу слушать, вот, например, мусульмане, они говорят, мы верим в то, что Бог дал Тору еврейскому народу, мусульмане говорят, мы верим в то, это верят все религии, что Бог открылся евреям, и они перешли море, там он до них делал чудеса, все мы верим, говорят мусульмане, но мы также верим, что Бог потом открылся пророку Мухаммеду, и он ему сообщил Коран, и да, есть пророк Муса, пророк Моисей, да, есть еврейский народ, говорят мусульмане, но мы верим, что вот в Коране Бог открылся этому пророку Мухаммеду, и мы идем по вот этому знанию, да, о Боге. Это выбор, это выбор человека уже потом, идти к добру и идти к Богу, по какой дороге. Дальше, в принципе, мусульмане же верят в Тору, верят, но у них есть пророк Мухаммед сказал, что есть пять основных заповедей, там, ну и так далее. Я не вдавался, я не мусульманин, я еврей, я иду по Торе. Дальше, вернее, до пророка Мухаммеда были еще христиане, был у них учители, их, да, Иисус, который сказал то, что сказал ученикам, я тоже не изучал, что он сказал, но тоже они признают Тору, признают Моисея, признают полностью божественное откровение, что Бог творец мира, создатель мира, он передал Тору еврейскому народу, евреи там, ну и так далее. Все идет, Тора в христианстве, Тора является фундаментом, частью. Три четверти христианства, это Тора. Но дальше уже ученики их учителя, они рассказали о его жизни, что, я не знаю, я не изучал никогда христианство, и я не знаю, что они там имеют против Торы, и вообще имеют ли они что-то против Торы, не знаю. Но это все дороги, то есть человек сам по себе, человек, у него первое первичное намерение, да, он хочет идти к Богу. Дальше он начинает искать путь, дальше он наполняет свою голову какими-то знаниями, дальше он делает выводы, но в любом случае его тело и его эмоциональная сфера, которая обслуживает тело, они ведут его против. Ему надо победить вот эту свою часть животную и направить ее на службу своей души. Вот такая идея. Я еврей, учу Тору, всем желаю шаббат шалом, соблюдаю шаббат. Только что приехал с молитвы, каждый день молюсь три раза, то есть я ортодоксальный еврей, полностью соблюдающий заповеди, верящий всем сердцем в 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбам. Жду Машеха, то есть мы каждый день ждем, что вот Машех вот-вот придет, и даже он пока задерживается, но мы верим, что вот он придет, Машех. И значит, христиане принимают Тору, потому что то, что называется Ветхий Завет в христианстве, святые книги, это и есть Тора. То есть они принимают, естественно, Тору как истину, но они добавили к Торе, добавили Новый Завет, как они как бы, в общем, опять же, христиане есть разные, христиан есть там 200 разных течений, но все течения христиан принимают Тору как основу, основу своего знания. То, во что верил учитель их, да, христиан, это Тора. Хорошо, все, друзья, удачи, успехов, шаббат, шалом. Сегодня, кстати, читается недельная глава Итро. Итро, это был тесть Маше, и Итро, он пришел, когда евреи получили Тору, он был коин, он был священник, главный священник в Медиане, и он пришел как раз в пустыню к еврейскому народу, к Маше, к своему зятю, и принял Тору. Да, принял Тору, то есть мы видим, что во все поколения были люди, которые понимали, что Бог, в принципе, ему не было смысла менять, и не было смысла ему давать какое-то еще раз новое знание, потому что он его уже дал. И, ну, и, в принципе, все, что называется новым знанием, оно все это есть в Торе. То есть это, в принципе, с разных сторон повторение одного божественного знания, как человек должен идти к Богу. Потому что мы все, в принципе, потомки Адам Решона, первого человека, одного человека. Вначале был просто Бог и один человек. Потом этот один человек, Адам Решон, он размножался, размножался, потом опять остался один человек. Это Ноах был. Но и его сыновья, и от них пошло дальше все современное человечество. Поэтому, в принципе, мы все на каком-то уровне произошли от одного человека. Так что мы должны все быть как один человек, любить друг друга. И когда все люди объединяются как в одного человека, и этот человек объединяется с Богом, вот тогда выполняется то, ради чего Бог создавал мир. Все, удачи, успехов, шаба шалам. Счастливо. Напишите выводы свои. Без выводов считайте, фау не закрылся, и он улетел. Поэтому выводы, работа Торы, выводы и поделиться ими. Все, буду читать, ждать ваши выводы. Все, до воскресенья. Игорь Негода.